В Одинцовском районе 435 ветеранов уже более 23 лет ожидают по праву положенного им жилья и земельных участков. Представители Совета ветеранов обратились за помощью в администрацию района. Если найти земельный участок, в котором будет сформировано коммерческое партнерство, так называемое СНТ, но для него, прежде всего, нужна земля. Земли зарезервированной, свободной, которая на сегодняшний момент найдена. И можно сейчас вам предоставить ее, не то, о чем мы с вами тоже общались. Как земля будет найдена, она будет создаваться вами уже СНТ, как мы договорили с вами, и включаться в нее ветераны согласно списку. По словам заместителей руководителя районной администрации Владимира Локтева и Александра Тесли, получение земельных участков – очень сложная и непростая процедура. Постановка на кадастровый учет, вынос границ, проведение картографических и геодезических работ. По распоряжению президента России сначала участки выдаются многодетным семьям, и только потом ветеранам боевых действий. Однако и здесь есть свои нюансы. Если многодетным квартиры или земельные участки передаются в собственность, то ветеранам в аренду с правом возможного выкупа. Если в ходе поиска участков для многодетных будет найден участок, который в принципе подходит для того, чтобы на нем создать СНТ, но мы не можем его предоставить многодетным, допустим, он достаточно отдаленно, далеко находится коммуникация, свет, дороги, то есть нам требуются большие вложения бюджета затратные, то этот участок можно будет рассмотреть в билет создания СНТ. В ходе встречи ветераны выступили с рядом предложений. Например, найти и зарезервировать для них территорию или выкупить участок в другом муниципалитете. Владимир Локтев подчеркнул, что для этого необходимо заранее заложить деньги в бюджет. Также ветераны отметили, что территория нашего района увеличилась на 150 гектаров и попросили выделить им место по СНТ за счет этих земель. Увеличение Одинцовского муниципального района на 150 гектар это не говорит о том, что земля, на которой она увеличилась, она оказалась в муниципальной собственности или это земля, которая Одинцовский муниципальный район может распоряжаться. То есть мы не приобрели 150 гектаров земли. Мы изменили границу Одинцовского муниципального района, в результате которой в общую площадь Одинцовского муниципального района Было включено 150 гектар, до этого находившееся в Красноборском районе. Но эта территория, 150 гектар, она находится на территории уже 100 созданных СНТ и ДНТ. К совещанию присоединился и глава района Андрей Иванов. Он пообещал к концу этого года закрыть очередь для многодетных. А таких семей в районе 350. И сразу начать работу по вопросу выделения льготной недвижимости ветеранам боевых действий. Здесь инициатива должна быть на вашей стороне. Будете инициативными, собственно, получите земельные участки. Я вас тогда в следующий раз жду, как оформленная некоммерческая партнерская. 10 у вас там будет человек, 435, 120, 150, уже не имеет значения. Как придете, оформленные, я готов. Сроки какие? Вы когда будете готовы? Ну, 10 дней. Ну, хорошо, давайте хотя бы это. Мы уже об этом говорим год. Вы хоть первый этап сделайте, тогда я понимаю, что вот это группа лиц. Вы все там свои документы принесете, покажете, по какому принципу собрали некоммерческое партнерство людей. И мы дальше будем искать либо какие-то параллельные возможности с тем, что мы ищем под многодетных, о чем уже сказал Владимир Александрович, либо сразу автоматом вас поставим. Андрей Иванов попросил предоставить ему полный список ветеранов-очередников. Он также рассказал о печальном опыте прошлых лет. Квартиры получают ветераны, а живут в них их дети или внуки. По словам Иванова, это недопустимо. Следующая встреча с ветеранами боевых действий пройдет в ближайшее время. Дарья Сутягина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.